Специалистам и другим молодым учу, говорю, никогда не говори, я хочу заработать, ты их не заработаешь никогда. Господь Бог слышит, и говорит, я тебе покажу, как заработать. Надо говорить в том смысле, вот если хранилище я построил, для чего? Если я не успеваю продать, независимо от цены, я беру и ложу, потому что я не успеваю. Но, слава Богу, 15 лет я успеваю продавать, и ложить мне нечего. Почему? Некоторые просто берут в августе, я хочу хапнуть, кто-то ему сказал, что цена будет зимой хорошая, и зимой он его выгребает по 5 рублей, по 4 рубля, и половина гнилой. Поэтому вот эти броски жизни я не делаю абсолютно. Я ложу или для завода, или то, что не продал. Ну вот до января, если у вас хранится процент выбраковки, процент потери, какой за полугодовой период? Если на завод отправляем, да? Ну на завод или... Ну вообще, они до 25 процентов. Теряются, да? Это, но это тут уходит не только картофель, это земля, вот которую мы залаживаем, все равно там присутствие земли, это все вместе, вот отход идет. Потом еще мелкий картофель, который попадает, самый мелкий, он же тоже идет в отход. У них приемка раньше была вот 25 калибр, сейчас они принимают вот 35-40, поэтому вот этот мелкий, он уходит в отход. Мы сейчас думаем над этим, куда мелкий картофель, чтобы его не выбрасывать, а куда-то девать. Поэтому, если так, по моим подсчетам, то это 4-3 процента, это отход, это земля, все равно по минимуму. Да. Ну а здесь вот система вентиляции, тоже гримми, да? Нет, финская. Нет. Система вентиляции финская. Но агротехник занимается, с ними работает. А, агротехник. Ну, по системе вентиляции я поездил тоже немало, а что немцы, что голландцы, что финны, все одно и то же. Единственное, отличается, что там автоматика, там говорят, что немецкая лучше. Финны и голландцы, у них почти одинаковая вентиляция, поэтому тут. Зависит от того, какие камеры, размер камеры и так далее, тогда подбирается это оборудование. И все остальное. Поэтому, ну, работает нормально, все хорошо. Ну, агротехник здесь ставил, да, вентиляцию? Нет, эту ставили мы сами, с финнами. А уже в том камере, да, мы уже совместно агротехник. Ага. А они чем-то отличаются или такие? Абсолютно. Не, ну, конечно, уже. По новее. Более по новее. Модельнизированные. Да, да. Ясно. Ясно. И возможность регулировать, держать температуру, именно такую, которую установили, да? Ясно. Что-то добавите по системе вентиляции? Да, добавлю. Ну, у нас есть два партнера, производителя вентиляционного оборудования. Это немецкий завод Гаугеле и финский АЛАП, продукцию которого здесь, соответственно, мы устанавливали. Это хранилище Николай Николаевич самостоятельно с заводом делал. Новое хранилище уже мы поставляли вентиляцию, АЛАП. Ну, что могу сказать. Производители этого оборудования на рынке работают уже более 50 лет. Это тоже немаловажный фактор, не только потому, что опыт важен, но еще в последнее время бывает часто, что компании приходят, уходят с рынка, потом фермер остается брошенный, без возможности, без поддержки, без возможности менять запасные части. И приходится менять все управление вентиляцией, что достаточно затратно. Хранилище, конечно, это всегда сугубо индивидуальное проектирование. Все зависит от того, что вы хотите хранить, для каких целей, какой срок и еще многих мелких нюансов. Ну, а вот здесь вот сервисное обслуживание к вашим услугам не прибегает? Сервисное обслуживание – это тоже немаловажный фактор, возможность каких-то настроек, регулировок, замены комплектующих. Ну, то есть к вам обращается Николай Николаевич, и вот поэтому, в том числе, к помещению, которому уже 6 лет, да? Конечно, да. Тут скорость реагирования и решение вопроса очень важна, потому что, когда лежит 7 тысяч тонн продукта, и над ним нависла угроза, надо быстро все устранить.